МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Фабрика новостей. Вечером в пятницу мы говорим о том, что произошло на неделе. Ведь каждый день складывается из разных фрагментов деталей нашей жизни и жизни региона. И здесь, на Фабрике новостей, мы собираем эти детали вместе и смотрим, что получилось в итоге. Меня зовут Артем Мирочник. Сегодня пятница, 6 октября. И вот о чем мы поговорим этим вечером. Медведь, истребитель или тигр? Кто в итоге окажется на логотипе? Продолжается голосование за бренд Хабаровского края. Более 500 сирен в течение 5 минут звучали в эту среду в Хабаровском крае. Каковы итоги тестирования системы оповещения после реконструкции? План по безопасным и качественным дорогам в Хабаровском районе выполнен на 100%. Где будет проходить ремонт в следующем году? Рассказать достоверную историю. Без посредников и искажений подрастающему поколению. Делегация Российской ассоциации героев прибыла в Хабаровск. Кто лучший классный? За звание лучших классных руководителей борются педагоги Хабаровского края. Зоны для чтения и общения, конференц-зал, игровая, а также места для самообразования. Вторая модельная библиотека заработала в Хабаровске. Одному из старейших литературных журналов страны Дальний Восток 90 лет. Кто сегодня печатается в издании и какие традиции живы до сих пор? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова состоялась в районе имени Лозо на базе центра «Созвездие». Темами таких выездных совещаний традиционно становится реализация нацпроектов в глубинке, выявление проблем и поиск путей их решения. Репортаж Анастасии Привецкой. На встречу с Михаилом Дегтяревым в лагерь «Созвездие» приехали главы городов и поселков со всего региона. По словам губернатора, развитие самоуправления – важнейшая задача краевого правительства. Реализация краевых и федеральных программ помогает повысить качество жизни населения на местах. Лично я регулярно провожу встречи с главными городов, районами. В этом году начал проводить встречи с главными поселениями. Помогает это, конечно, оперативно выявлять и решать проблемы на местах. Кое-что разъяснять из государственной политики. Основные достижения перспективы в социально-экономической сфере прежде всего связывают с реализацией нацпроектов. Их в регионе действует 13 с финансированием на этот год свыше 20 миллиардов рублей. Средства пойдут на модернизацию транспортной инфраструктуры, улучшение жилищных условий, поддержку семей с детьми. Результаты уже есть. Например, построены Центры культурного развития в Николаевске, три ФАПа, четыре многоквартирных дума для расселения из аварийного жилфонда, отремонтированы четыре детских школы искусств, благоустраиваются общественные территории, идет ремонт дорог. В ходе встречи главы городов и поселений задали губернатору свои вопросы. В частности, они касались расширения географии проекта автолавка, строительства ФАПов и новых школ. У нас в этом году сгорела школа. Очень печальное для нас событие. Но глава нашего района Осипова Изабелла Валентиновна, Изабелла Валентиновна, активно решает этот вопрос. Спасибо ей за это огромное. Работаем. Как только мы поймем, а, проект, б, источник, если нам не дадут федералы, значит, будем как-то и сами на свои финансы рассчитывать. Мы проинформируем и Изабелла Валентиновна эту информацию доведет. Также на встрече Михаил Дегтярев наградил победителей призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Несколько районов и поселений стали призерами сразу в нескольких номинациях. Анастасия Привецкая, телеканал «Губерния». Начало отопительного сезона на повестке дня в Хабаровском крае. Он уже стартовал в Николаевске, с 3 октября в Комсомольске на очереди Амурск-Хабаровск-Советская гавань. О готовности коммунального хозяйства к зиме шла речь в правительстве региона на аппаратном совещании с губернатором. Поддавать тепло в дома традиционно начинают, когда среднесуточная температура на протяжении 5 суток не поднимается выше плюс 8 градусов. В первую очередь больницы, школы и детские сады, а потом уже жилые дома. Сейчас в регионе запущено 94 котельные. В основном в северных районах. В полном объеме туда завезены уголь, бензин, моторные масла. На днях ожидают танкер с дизельным топливом. Центральные и южные районы отопительному сезону тоже готовы. У нас должно быть накоплено полуторамесячный запас топлива на объектах. Это 38,6 тысячи тонн угля и 4,3 тысячи тонн нефтепродуктов. С учетом остатков с прошлого отопительного сезона у нас накоплено 71 тысяча тонн угля и 4,3 тысячи тонн жидкого топлива, что составляет 100% к началу отопительного сезона. Губернатор Михаил Дегтярев в свою очередь отметил, что минувшую неделю в соцсетях муниципалитетов и отраслевых министерств края поступили сотни обращений от граждан по отопительному сезону. Глава региона подчеркнул, что проблемы надо решать оперативнее и не забывать своевременно давать актуальную для людей информацию. Я не раз говорил коллеге, у нас главное не только сделать, но и проинформировать людей о достижениях, о решении сложных проблем. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Люди должны понимать, как принимаются решения, зачем. Что касается Хабаровска, старт отопительного сезона официально назначен на 9 октября. Паспорта готовности имеют 100% жилого фонда. Также на аппаратном совещании обсудили готовность к зиме на закрепленной за Хабаровским краем территории ДНР, городе Дебальцево. Там в полном объеме отремонтированы системы водоснабжения и тепловые сети. Их готовность 86%. Централизованное теплоснабжение получит 302 многоквартирных дома. Уже скоро на полках магазинов появится продукция с особым логотипом. Бренд поможет краевым производителям ярче презентовать свой товар, в том числе в других регионах. Несколько месяцев региональный минсельхоз собирал варианты логотипа. Лучший из них выбрал совет по предпринимательству. И все же последнее слово будет за жителями края. Анастасия Магнус с подробностями. 17 вариантов логотипа предложили жители региона. Открытое голосование решит, каким именно знаком отмечать товары, произведенные в Хабаровском крае. Поручение создать народный бренд, знак качества местной продукции, еще летом дал губернатор Михаил Дегтярев. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу. В каждом регионе должны быть свои программы продвижения местных брендов. С этого начинается путь к общероссийскому и к мировому узнаванию. Министерство сельского хозяйства разрабатывает критерии для присвоения бренда. Его смогут использовать и крупные, и совсем небольшие предприятия. Главное, это должны быть местные производители с качественным продуктом. Бренд Хабаровского края для того, чтобы производители товаров и услуг нашего региона смогли позиционировать свои товары с этим логотипом на полках магазинов, торговых сетей и просто в свободной продаже. Требования к логотипу – узнаваемость и оригинальность. Большинство присланных изображений основаны на цветах краевого флага. Многие взяли за основу образ медведя или орнаменты коренных народов. Среди присланных вариантов – работы как профессиональных дизайнеров, так и любителей. После окончательного выбора бренда планируется создать в магазинах специальные отделы, где будет размещена продукция с этим знаком. Предприниматель из малого и среднего бизнеса не в состоянии выделить деньги на продвижение своего продукта где-то в крупных, к примеру, федеральных сетях. Если мы объединяем усилия и тратим деньги уже не на кучу мелких брендов, а, допустим, на один какой-то бренд, то это усиление программы продвижения в десятки раз. Жюри отобрало семь логотипов. Народное голосование за лучший бренд Хабаровского края начнется в ближайшие дни на портале «Голос-27» и продлится до 12 октября. Анастасия Магнус, Виктор Казаров, телеканал «Губерния». 7 октября в честь дня рождения главы государства в Хабаровске состоится автопробег. Автомобили с флагами России и символикой команды Путина стартуют с Комсомольской площади и поедут по главным улицам города. В финале участники запишут видео поздравления президенту. Подобные мероприятия состоятся в 27 регионах. Но именно Дальний Восток сегодня в стране под особым вниманием. Подробности далее. О том, что развитие Дальнего Востока является для страны национальным приоритетом, президент России объявил еще в 2013 году. Регионы нуждались в дополнительных мерах поддержки, и такие инструменты были созданы. Для бизнеса это территория, опережающая развитие, для населения – Дальневосточная ипотека и гектар. После введения санкций Дальний Восток стал еще более важной точкой развития. На Восточном экономическом форуме в сентябре Владимир Путин заявил, что для России макрорегион является приоритетом на весь 21 век. Работают важнейшие стратегические предприятия – морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиции России в многополярном мире исключительно велика. Мы это хорошо понимаем. Повысить качество жизни в субъектах и привлечь туда иностранных инвесторов помогут мастер-планы городов. На Восточном экономическом форуме губернатор Михаил Дегтярев представил президенту Владимиру Путину мастер-план развития Хабаровска. По словам главы региона, авторами документа выступили сами жители города. Было собрано более 9 тысяч предложений. Среди них пространственное развитие краевого центра, как итог интегрированные районы. Обеспечить их полным спектром повседневных сервисов, услуг рядом с домом. И мы пошли путем создания центров городской жизни, открытых городских пространств, с интенсивными пешеходными потоками, концентрацией объектов торговли, услуг, досуга и социальной сферы. Таких районов мы выделили 11. Особое внимание в Хабаровске нужно, конечно, уделить развитию исторического центра города, благоустройству набережных и других городских пространств, а также модернизации инженерных сетей, общественного транспорта и автодорог, созданию жилья, объектов образования и здравоохранения. В Хабаровском крае реализуется 13 нацпроектов в различных отраслях. Они инициированы президентом. В этом году хорошие результаты в регионе достигнуты по нацпроекту «Жилье и городская среда». Благоустроено более 30 общественных территорий, построено свыше 250 тысяч квадратных метров жилья. К 2030 году планируем ввести 3,7 миллиона квадратных метров жилья. Город будет застраиваться компактно на основе механизмов комплексного развития территорий. Мы уже определили 7 площадок. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» только в этом году отремонтировано 67 участков протяженностью 37 километров. Работа будет продолжаться до начала ноября. Кроме того, в крае по инициативе президента реализуется федеральная целевая программа «Сохранение амурского тигра». Она помогает поддержать популяцию краснокнижного животного. Анастасия Привецкая, телеканал «Губерния». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а далее смотрите. Более 500 сирен в течение пяти минут звучали в эту среду в Хабаровском крае. Каковы итоги тестирования системы оповещения после реконструкции? План по безопасным и качественным дорогам в Хабаровском районе выполнен на 100%. Где будет проходить ремонт в следующем году? Рассказать достоверную историю, без посредников и искажений подрастающему поколению. Делегация Российской ассоциации героев прибыла в Хабаровск. Кто лучший классный? За звание лучших классных руководителей борются педагоги Хабаровского края. Зоны для чтения и общения, конференц-зал, игровая, а также места для самообразования. Вторая модельная библиотека заработала в Хабаровске. Одному из старейших литературных журналов страны Дальний Восток 90 лет. Кто сегодня печатается в издании и какие традиции живы до сих пор? Тестирование региональной системы оповещения на случай ЧАЭС прошло успешно, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Всего было проверено более 500 сирен. Проверка состоялась 4 октября в 10.40 по местному времени. В течение пяти минут звучали сирены, а по телевидению и радио передавалось тестовое сообщение. Тестирование было плановым и охватило все районы Хабаровского края. Обычно проверку устраивают дважды в год. В последние годы в регионе осуществлялась реконструкция системы и ее устройств. В частности, старые сирены заменили новыми, цифровыми. Это позволило автоматизировать их запуск. Показатель охвата населения оповещением на случай ЧАЭС сейчас составляет 98%. Жилищный комплекс «Эдельвейс» в Краснофлотском районе Хабаровска достроят. Сдать его должны были еще в 2012 году. Однако застройщик обанкротился, и стройка долгие годы была заморожена. К работам на объекте теперь приступила новая компания, после чего его исключили из реестра проблемных. Подробности далее. Стройка по улице Тихоокеанской была заморожена почти 6 лет назад. В 2021 году на объект готов был зайти застройщик из Белгорода и даже провел экспертизу. Но в итоге достраивать два монолитных дома будет иркутская компания. Работы уже начались. В первую очередь приведут в порядок фундамент. Его требуется обработать гидроизоляцией, отвезти воду, проложить ливневку. Параллельно демонтируются элементы, которые пришли в негодность за годы простоя. Оконные рамы, балконные ограждения. Будет изменен конструктив фасадный полностью. Это будут современные фасады, вентилируемые, установленные, утепленные. Поэтому в зиму мы приступим именно к монтажу фасадов, оконных проемов. Застройщик оценивает объем необходимых вложений примерно в 1 миллиард рублей. Эта сумма позволит за полтора года достроить первый 25-этажный дом и крытую парковку. А еще через полгода закончить возведение второй высотки, которая сейчас не дотягивает до проекта 12 этажей. Также часть средств пошла на выплаты дольщикам. Из 18 человек 13 предпочли получить компенсацию. Пятеро продолжают дожидаться своих квадратных метров. По условиям передачи застройщика в рамках дела объекта, в рамках дела банкротства, никакого софинансирования краевого нет. Это чисто за все средства застройщика достраивается объект. За историю, скажем так, единого реестра проблемных объектов, именно по такой процедуре достраивается объект. У нас это третий объект в Хабаровском крае. Как отмечают представители Министерства строительства края, еще в начале года в списке проблемных значились 15 объектов, которые не были сданы в срок. Сегодня их осталось 10 и по каждому ведется работа. Дольщики, которые ложились в строительство квадратных метров, смогут получить квартиры или финансовую компенсацию. Александр Лихачев, Павел Павлов, телеканал «Губерния». Ремонт дорог в Хабаровском районе по программе «Безопасные и качественные дороги» на этот год выполнен. Все 16 километров, которые были в плане, приведены в порядок. Эта дорога – одна из самых протяженных межпоселковых трасс в Хабаровском районе. 8,5 километров, которые связывают Некрасовку и Вишневку, давно нуждались в ремонте. Ранее было отремонтировано почти 4 километра. В этом году завершен очередной, самый сложный этап ее капитальной реконструкции. Здесь когда-то до этого лежали плиты. Эти плиты теряли соосность между собой, расходились. Тяжело было за ними ухаживать, потому что это подразумевало полное поднятие плиты, обустройство подушки под ними. Нежели, допустим, сейчас это полотно устроено, но все ровное. Для того, чтобы привести в порядок этот полуторакилометровый участок, потребовалось не просто убрать старые плиты. Дорожники выложили полностью новое основание. А для того, чтобы большегрузная техника не разбила дорогу раньше срока, его дополнительно углубили. С метой этого не было предусмотрено, и тут выручили близлежащие карьеры, которые предоставили материал бесплатно. Ну а в этом году в Хабаровском районе по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 27 дорожных объектов общей протяженностью 16 километров. Это 100% от плана на 2023 год. На все работы потребовалось 240 миллионов рублей. Сейчас дорожники уже приступили к тем участкам, которые запланированы на следующее лето. На следующий год у нас запланировано 23 объекта. Все подрядчики, это их у нас три компании, вышли уже и ремонтируют дороги. То есть уже осуществляется ремонт дорог в Тополево, в Мирном, в Восточном селе и в селе Сосновка. До наступления холодов дорожники отремонтируют как минимум 10 участков. Причем за свой счет. А уже в 2024 году им оплатят работу. К оставшимся по плану объектам они приступят весной. В том числе закончат и 3,5 километра дороги между Некрасовкой и Вишневкой. Уборка кормовых культур продолжается в Хабаровском крае. Животноводы и аграрии заготавливают силос и сенаж для фермерских хозяйств на предстоящий осенне-зимний период. От того, насколько успешно пройдет эта пора, зависят надои и самочувствие поголовья. Рецепт здорового питания для крупного рогатого скота выясняла Арина Солдатенкова. На этих кукурузных полях небольшая передышка. После дождей влажность почвы не позволяет технике возобновить заготовку кормов. Но аграрии уверены, что до первых заморозков все успеют. Урожай кукурузы в этом году отличный, значит будет и молоко. Ведь оно, как известно, у коровы на языке. Початки хорошие, молочная спелость, еще сок. В этом году кукуруза радует и по массе, и по початкам, и по высоте. Все, что в хозяйстве успели собрать до циклона, хранится в силосных ямах. Гусеничный мини-трактор утрамбовывает смесь, чтобы из нее максимально вышел кислород. Готовый корм консервируют по принципу овощей в банках. Подо мной 740 тонн измельченной смеси. Но пока что назвать силосом ее нельзя. Когда силосная яма заполнится полностью, ее накроют специальной пленкой. Полтора месяца смесь будет консервироваться, и только потом готовый силос можно давать скоту. Собственным кормом, силосом и сенажем это фермерское хозяйство обеспечивает себя полностью. На зиму и вплоть до следующего лета. В этом хозяйстве 235 голов. Такому стаду требуется около 2000 тонн зеленой массы. Хорошее питание значительно повышает удои, а похвастаться хозяйству есть чем. У нас было такое, что после отела 50 литров давала корова и 45, но в среднем где-то 40-35 вот так вот идет. План на заготовку силоса в Хабаровском крае фермеры перевыполнили. Всем хозяйствам региона требуется 21 тысяча тонн грубого корма. А собрали уже на тонну больше. Мы успеваем в те темпы, которые планировались. И на сегодняшний день можно сказать, что наши хозяйства будут полностью обеспечены кормами на зимнестойловый период. Но, естественно, заготовка продолжается, поэтому если они уже заготовят больше, то это большой-большой плюс. Сочные зеленые корма по нормативам должны составлять половину суточного рациона коровы, то есть 25 килограммов. Хорошо ли питается корова, легко понять по ее внешнему виду. Силос, например, содержит много белка и кератина, поэтому у животных не только высокий удой, но и холеный вид. Арина Сладотенкова, Павел Павлов, телеканал «Губерния». Сейчас время небольшой рекламы. Оставайтесь с нами и далее смотрите. Рассказать достоверную историю без посредников и искажений подрастающему поколению. Делегация Российской ассоциации героев прибыла в Хабаровск. Кто лучший классный? За звание лучших классных руководителей борются в педагоге Хабаровского края. Зоны для чтения и общения, конференц-зал, игровая, а также места для самообразования. Вторая модельная библиотека заработала в Хабаровске. Одному из старейших литературных журналов страны Дальний Восток 90 лет. Кто сегодня печатается в издании и какие традиции живы до сих пор. Международный военно-оркестровый фестиваль «Амурские волны» претендует на финансирование от президентского фонда культурных инициатив. Реализацию проектов уже поддержанным фондом с его генеральным директором Романом Кармановым во время рабочей встречи обсудил губернатор Михаил Дегтярев. Президентский фонд культурных инициатив – это грантовая программа, которая за счет государства на конкурсной основе финансирует проекты, связанные с культурой, искусством и креативной индустрией. Заявиться со своей идеей могут некоммерческие организации, муниципальные учреждения и просто граждане страны. Во время рабочей встречи генеральный директор фонда выразил губернатору Михаилу Дегтяреву благодарность за то, что идеи жителей финансово поддерживают и местные власти. Это, конечно, поддержка, которая на местном уровне оказывается, потому что, ну, вы знаете прекрасно, что есть деньги, которые выделяет фонд, и еще деньги, которые люди привлекают, как софинансированные. В данном случае это, например, сопоставимые средства, которые люди находят уже здесь. Это тоже говорит о том, что есть поддержка и власти, и бизнеса, и вот из-за этого вам огромная благодарность. С 2021 года в Хабаровском крае при поддержке президентского фонда Реза реализовали 52 проекта. Среди них фестиваль Арсеньев Лайф. В этом году он прошел во второй раз. На центральной площади Хабаровска он собрал 45 тысяч человек. Фестиваль анимационного кино Анимур также поддержан фондом. На профессиональный смотр-конкурс было подано 2100 заявок из 83 стран. В следующем году на финансирование фонда претендует фестиваль военных оркестров «Амурские волны». Знаковый фестиваль «Амурские волны», который уже имеет давние традиции, военно-оркестровый фестиваль, мы подали тоже. Если будет победа, будем очень рады. Он такой для всего востока нашей страны знаковый. На встрече стороны также обсудили развитие в регионе креативных индустрий. Так, анимационная студия «Мечтолет» в прошлом году получила грант от фонда культурных инициатив на создание короткометражного анимационного фильма об адмирале Геннадии Невельском. А уже в этом году студию поддержал фонд «Кино» на создание полнометражного мультфильма «Невельской». В целом за два года общая сумма грантов от фонда составила более 140 миллионов рублей. Делегация Российской ассоциации героев прибыла в Хабаровск. В ее составе действующие и отставные военнослужащие, удостоенные высших государственных наград. Члены делегации приехали в рамках проекта «Вахта героев Отечества». Они будут встречаться с детьми и молодежью, поделятся с ними своим опытом и, главное, от первого лица расскажут о событиях, участниками которых они стали. Репортаж Александра Лихачева. Иван Додосов участник специальной военной операции. За выполнение поставленных задач награжден высшей государственной наградой «Золотой звездой героя России». В составе делегации Российской ассоциации героев он приехал в Хабаровск в рамках проекта «Вахта героев Отечества». Как признается Иван Додосов, награда не только признание заслуг, теперь это и необходимо соответствовать статусу героя. Самое главное, чтобы вот эта ответственность передалась подрастающему поколению, потому что они на тебя смотрят, они на тебя равняются, а особенно ребята, которые у тебя в подчинении. Это еще двойная нагрузка. Российская ассоциация героев – это общественная организация, которая объединяет героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров уродяна славы. В Хабаровск приехала делегация из десяти человек. Свои визиты они начали с посещения Центра патриотического воспитания. Там для военнослужащих провели экскурсию и организовали встречу с юно-армейцами. Герои поделились личными историями и рассказали, почему выбрали эту профессию. У меня после таких встреч обычно есть какая-то грусть, либо трепет в душе, потому что я понимаю, что люди приходятся им это переживать, что им приходится видеть потери других людей, может быть, своих друзей или родственников. Это уже 105-я вахта героев, которую проводит ассоциация. Военнослужащие побывали в десяти городах России, но впервые доехали до Дальнего Востока. Делегация посетит школу Хабаровска и проведет для детей уроки мужества. Организаторы уверены, что это один из способов передать молодежи достоверную историю без искажений и посредников. Александр Лихачев, Андрей Евдеев, Телеканал Губерния. За звание лучших классных руководителей и гураторов среднего профессионального образования борются педагоги Хабаровского края. В Краевом центре начался очный этап регионального конкурса «Классное призвание». Учителя-победители будут защищать честь края на всероссийском этапе. С подробностями наши корреспонденты. Почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? Разговор о важном проводит учитель из Советской гавани Наталья Заблодская. Ученикам Краевого центра образования, а именно здесь проходит финал конкурса «Классное призвание», рассказывает о празднике «Дни отца». Ее слушают не только школьники, но и жюри. Урок проходит в игровой форме. Это тесты, квизы, шарады и изготовление поздравительной открытки. Все это, чтобы материал лучше усвоился. Еще глава семейства может быть наставник, а еще мы говорили, что он добытчик. Наталья Заблодская – учитель начальных классов. Говорит, сложность такого задания в конкурсе – проводить урок у незнакомых детей. Поэтому к ним нужно быстро найти подход. Но с задачей, считает педагог, она справилась. Детки бывают разные. Очень, на мой взгляд, очень важная, но очень щепетильная тема. Потому что не у всех есть отцы. Поэтому пришлось немножечко вырулить на то, кого вот еще можно поздравить. В этом году на конкурс «Классное призвание» заявились 30 учителей и кураторов СПО из нескольких районов Хабаровского края. Состязание проходит в несколько этапов. Первый был заочным. Участники представили свои видеовизитки, проекты и написали эссе. В финал прошли 10 педагогов, 6 классных руководителей и 4 куратора групп колледжей и техникумов. Кроме разговора о важном, им нужно показать свои инновационные идеи проведения воспитательных мероприятий. Этот конкурс дает им возможность не только самореализоваться как педагогам, как педагогам-наставникам, как профессионалам, но и действительно взаимодействуя друг с другом, они черпают у друг друга именно те идеи, те замыслы, которые они вот здесь воплощают через конкурс. Профессиональное состязание «Классное призвание» проходит в рамках года педагога и наставника. Имена победителей и призеров объявят в ноябре на третьем региональном форуме классных руководителей. Лучший классный руководитель и куратор группы СПО отправятся на всероссийский этап. Арина Сладотенкова, телеканал «Губерния». 12-я спартакиада детских домов прошла в одной из воинских частей Хабаровского края. Ее организовал Центр Грань. Этим событием завершился проект «Безграничное детство». Под руководством опытных инструкторов дети ходят в походы, воспитывают характер, а также изучают природу и историю региона. Подробности в следующем сюжете. Эти дети проходят полосу препятствий на время в одной из воинской частей Хабаровского края. Ограничений по возрасту нет. Все от 10 до 17 лет принимают участие в спартакиаде. Самое главное не только показать свою ловкость, но и работу в команде. В этом году соревновались 12 детских домов из разных районов края. Воспитанники из Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Ванина впервые участвовали в спартакиаде. В соревнованиях 12 этапов, в том числе стрельба из лука и метание ножей. Для новичков урок от инструктора. Выше целься, выше мишени. Слишком высоко целишься. Победители спартакиады наградили медалями, грамотами и подарками. Лучших определяли среди команд и в личном зачете. Нахинский детский дом поставил рекорд. Я еще не видел, чтобы меньше двух минут, вот у них минута с копеечками, они банку без ножа открыли. То есть вот мой личный рекорд где-то около трех минут с лишним. Спартакиада – одна из составляющих проекта «Безграничное детство». Его итоги подвели в кинотеатре «Гигант». Весь год воспитанники детских домов делали фотографии и рисунки любимых мест, которые увидели в походах. После награждения для детей организовали сплав по Амуру. По словам руководителя центра «Грань», проект «Безграничное детство» снова заработает в следующем году. Походы планируется организовать по соседним регионам. Уже договорились с обменом опытом с приморскими детскими домами и с детскими домами Сахалинской области. Сейчас мы пишем новый проект для того, чтобы продолжить нашу работу, продолжить не только внутри Хабаровска, а делиться нашим положительным опытом с соседними регионами. В этом году в походах по Хабаровскому краю с Михаилом Непогодиным побывали более 500 воспитанников детских домов. Яна Ленкеевич, Андрей Евдеев, телеканал «Губерния». Сейчас небольшая реклама, а после вы увидите. Зоны для чтения и общения, конференц-зал, игровая, а также места для самообразования. Вторая модельная библиотека заработала в Хабаровске. Одному из старейших литературных журналов страны «Дальний Восток» 90 лет. Кто сегодня печатается в издании и какие традиции живы до сих пор. Какой должна быть современная библиотека? Светлой, стильной, мобильной, легко трансформирующейся, гибкой. Теперь детская библиотека имени Гайдара отвечает всем этим требованиям и сможет привлечь читателей не только богатым книжным фондом. В первую очередь стоит отметить внешние изменения. В здании свежий ремонт, новая мебель, которую, к слову, специально доставили из Санкт-Петербурга. А также современная техника. Она позволяет детям получать непривычные для этого места знания и навыки. Приобрели мультстудию и вот этот вот дуэт, Алма-дуэт, которые тоже там развлекательные, не только развлекательные, но и познавательные, умные. Вот сейчас дети буквально за 10 минут создали мультик. Ну и примитивный, простенький, но тем не менее. Изменения коснулись и библиотечного фонда. Он пополнился на 2500 экземпляров. На стеллажах стало больше образовательной литературы. Эта библиотека стала второй модельной в Хабаровске. Новый статус обязывает по-новому взаимодействовать с читателем. Здесь они могут прообщаться, какие-то свои, обсудить проекты, пообщаться между собой по интересам. Это кружки, это мастер-классы, это какие-то новые форматы. При реализации проекта учли идеи сотрудников и студентов-дизайнеров из ТОГУ. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, потребовалась немалая сумма. Помогло участие в национальном проекте. Общая стоимость модернизации – 18 миллионов рублей. Из них средства федерального бюджета – 10 миллионов. И 8 миллионов – это бюджет муниципального образования. Участие в открытии обновленной библиотеки принял губернатор Михаил Дегтярев. Он отметил, что за последние несколько лет удалось преобразить библиотеки во многих районах. Не только Хабаровске и Комсомольске, но и в Бикинском и Верхнебуринском районе. Так, в планах уже на следующий год выделить 25 миллионов рублей из регионального бюджета. Эти средства разыграют между библиотеками, которые нуждаются в модернизации. В октябре исполняется 90 лет литературному журналу «Дальний Восток». За эти годы вышло более 800 номеров. Многие известные писатели страны начинали свою литературную карьеру именно в этом издании. Кто сегодня печатается в журнале и какие традиции живы до сих пор – в репортаже наших корреспондентов. Юбилей был как раз в этом году. И более того, мы эту статью, получается, придержали. Ну, конечно. Тут два Константина, две статьи. Это так серьезно. Видишь, какие хорошие работы. В руках главного редактора – свежий номер журнала «Дальний Восток». Это один из старейших в стране толстых литературных журналов. За 90 лет на его страницах вся летопись дальневосточной литературы. Владимир Арсеньев, Николай Задорнов, Петр Комаров – те, чьи книги мы читаем до сих пор, работали и печатались здесь. История издания начинается в 1933 году. Тогда местное литературное сообщество решило – региону нужен журнал. За помощью обратились к писателю Александру Фадееву. Вот он занимал пост первого секретаря Союза писателей СССР. И вот они к ним приехали и убедили в том, что на Дальнем Востоке необходим журнал. Первое название «На рубеже» сохранялось до 1946 года. После войны появилось новое – «Дальний Восток». С тех пор журнал выходил без перерыва даже в самые трудные годы. На страницах есть место для прозы, стихов, очерка и публицистики, библиографии и краеведения. В странице истории вот там действительно стараемся брать материалы дальневосточные, об истории Дальнего Востока, о людях Дальнего Востока, о первооткрывателях. Сейчас материалы для публикации чаще всего сотрудники журнала находят сами, например, в интернете. Кроме того, как и прежде, рукописи приносят авторы. Так, несколько лет назад буквально открыли имя талантливой писательницы Натальи Солдатовой. Присылают рукописи не только из Хабаровского края. Как здесь говорят, на связи вся Россия. В журнале есть раздел «Культура и искусство», куда обычно пишут искусствоведы и даже художники. Это работа Ирины Оркиной замечательной, которая еще и наш автор. А вот это мне подарил Андрей Тен, про которого статью писал Роман Романов. А вот там у нас Александр Петрович Лепетухин, который подарил мне эту работу из «Циклопуть». В разные годы журнал получал значимые награды. Золотой фонд прессы, лучший провинциальный журнал и много других знаков отличия. 16 октября Дальнему Востоку исполнится 90 лет. Торжество пройдет в Театре юного зрителя 18 октября. Анастасия Магнус, Виктор Казаров, телеканал «Губерния». Спектакль «Семейное счастье» по пьесе Льва Толстого сыграли артисты Московского театра «Мастерская Петра Фоменко» в Хабаровске. Коллектив, специальный гость фестиваля театров Дальнего Востока, представил постановку которой уже более 20 лет. На спектакли побывала наша съемочная группа. Зачем ты мне давал волю, которой я не умела пользоваться? С этой фразы начинается спектакль по пьесе Льва Толстого «Семейное счастье». В 17 лет главная героиня спектакля Маша выходит замуж за своего опекуна, 36-летнего Сергея Михайловича. Ей нравится веселая жизнь, развлечения и баллы. Ему нужна спокойная жизнь. Через годы все меняется. Теперь Маше хочется домашнего семейного уюта, а ему уже нет. Если у Толстого там все заканчивается достаточно определенно, все хорошо, он и простил, то у нас, скажем так, более такой открытый финал. Премьера спектакля «Семейное счастье» состоялась в Москве в 2000 году. Все это время главную героиню играет актриса Ксения Кутепова. Говорит, с этой роли началась ее осознанная актерская карьера в театре. И вообще многое поменялось в жизни. У меня родилось двое детей, они уже выросли. И когда уже воспитываешь детей, то, конечно, все по-другому читается. Текст Толстого по-другому воспринимается. В Хабаровске Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» не впервые. Коллектив уже выходил на сцену музыкального театра с постановками «Война и мир» и «Сон в летнюю ночь». Теперь артисты на сцене театра драмы со спектаклем «Семейное счастье». Он до сих пор в репертуаре «Мастерской Петра Фоменко» и популярен у зрителей. Был выбран спектакль, который, с одной стороны, является спектаклем очень высокого театрального художественного качества, а с другой стороны, он по масштабам своего сценографического оформления очень точно подходит к этой сцене и этому залу. В этом году в фестивале принимают участие 14 театров со всего Дальнего Востока. Все они привезли свои спектакли. Также для артистов организованы творческие встречи и мастер-классы с известными театральными деятелями. «Понимание, где ты, на каком свете находишься. Все участники фестиваля ходят на спектакли друг друга, присутствуют на обсуждениях, ну и что-то понимают, наверное, про себя, наверное, понимают про других». Фестиваль театров Дальнего Востока продлится до 4 октября. Закроют его Евгений Миронов, руководитель программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Анастасия Превецкая, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния». Новый телевизионный проект подготовил медиахолдинг «Губерния» ко дню рождения Хабаровского края. Это цикл репортажей, героями которых стали жители региона. У них разные профессии, возраст, увлечение, но общее одно – любовь к родному краю. Проект так и называется – «Люди Хабаровского края». Чем они удивили нашу съемочную группу – следующий сюжет. Давайте подальше отойдем вот сюда. Вот мы сейчас едем вниз. Сейчас комбайн запустится. Теперь подальше проходите. Ира. А то упадет, кусок сюда. В шахту «Северная» в поселке Чикдамы на глубину 200 метров спустилась съемочная группа «Губернии». Журналист Ирина Забродина и оператор Сергей Демьяненко с конкретной целью. Здесь трудится один из героев проекта «Люди края» – горнорабочий от честного забоя Юрий Глазунов. Родом он из поселка Чикдамын. В трудовой книжке шахтера всего одна запись. Я работаю больше 20 лет на предприятии. Поначалу было страшно, сейчас нет. Когда зависает завал, то, что было над секцией сейчас, она все падает сзади. Каски улетают у нас волной. То, как, получается, он воздух вытесняет оттуда, как садится и все. Ну, так, придерживайся, придерживайся, бывает. Темно и влажно. Съемка в шахте для телевизионщиков технически сложна, но интересна. Для оператора Сергея Демьяненко это был не первый опыт. А вот автор проекта Ирина Забродина спускалась под землю впервые. Признается, было немного страшно. Уже на первых минутах спуска захватывают совершенно другие эмоции. Прежде всего, это профессиональное любопытство. Ведь ты оказываешься в подземном городе, где все необычно, удивительно. Едешь по рельсе, в железные клетки, сверху льется вода. Видишь, как работают шахтеры. Конечно, все мы знаем, что это очень тяжелый труд. Но когда смотришь на все своими глазами, проникаешься еще большим уважением к людям этой профессии. Проект «Люди края» снят в не совсем привычном для телезрителей формате. Сюжеты идут без закадрового текста. Это цикл биографических портретов, в которых герой рассказывает сам про себя. Еще в юном возрасте я стала замечать, что у меня есть некоторые особенности. Я слышу потусторонний мир и воспринимаю потусторонние энергии. Анна Гончарова – одна из героинь проекта «Люди края». Орочская мастерица. Личность многогранная, хранитель культуры, своего народа, шаманка и поэт. Ее возможности удивили даже видавшего виды оператора губернии. Я познакомился с удивительными людьми. К примеру, Анна Гончарова. Она не только творческий человек, но и шаманка. Ее аура, ее энергетика буквально тебя захватывает с первых минут общения с ней. Люди самых разных профессий расскажут о себе в проекте. Фермер, предприниматель, художник, спасатель, авиатор, врач. Но несмотря на то, что они такие разные, у них все же есть общее – любовь к Хабаровскому краю. Они здесь живут, работают, добились успеха в своем деле и будущее видят на родной земле. Здесь я родился, здесь, как говорится, и нужен. Отсюда уезжать не собираюсь. Я люблю, люблю людей местных. Нигде такой природы нет и не может быть. Тут по-другому птицы поют. В принципе, все по-другому. Анастасия Привецкая, Арина Забродина, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния». Вот чем запомнилась нам уходящая неделя. Фабрика новостей на этом завершает свою работу. Всем приятных выходных и побольше добрых новостей.